Здесь жутко жарко, я сижу в необычном купе, которое ведёт меня из Астрахани в Эльтон. Я совсем устал, мне трудно что-то вспомнить. В общем, что там было? Я приехал в Питер с утра и даже не позанимался, потому что с утра я начал искать водонепроницаемую сумку. И главное, что нашёл, единственное, что... Ну, причём по пути. К дому, в общем, там был такой магазин, который открывался в 11, я пришёл в 11, и он ещё в 11.20 был пустой, я долго звонил. И всё-таки пришли какие-то работники, даже не продавец, и мы начали долго искать мне сумку, потом пришёл уже продавец. Ну, это было вообще через какое-то время, через долгое. И, в общем... Да, сейчас у меня нет пока соседей, но говорят, что прибудут. Какие-то сумки оказались очень дорогие, но самая лучшая была за 4620. Но она была как бы не идеальная по пропусканию воды, хотя она бы мне точно подошла, но я бы даже, может быть, её купил бы. Но у меня не было наличных, и я не могу так просто обналичивать деньги, потому что у меня странная карточка. Я боюсь, что кто-нибудь сейчас зайдёт. Вот, но вот в таком вот, в голом виде здесь вообще все, так что здесь весь поезд в голом виде сидит. Я даже завидовал, что у кого-то там ещё совсем какая-то маленькая одежда есть. Я не знаю, что это за одежда. Так, ну, люди как бы понимают, ну, здесь жарко, это юга, ну, что тут сделаешь? Потом, после этих всех выяснялок, я решил, что я сумку не куплю. И вообще, может быть, даже без телефона буду ходить на озеро, буду просто смотреть и вдохновляться. Но, правда, это обычно не работает так. Ну, не то, что вдохновляться, просто смотреть на красоту. Почему нельзя посмотреть на красоту? И, в общем, ну, это я так думал, когда шёл домой в Питере. А там я понял, что мне уже надо выходить сразу. То есть я быстро-быстро успел поесть, не сообразил, что мне взять с собой. Но вроде справился, там, какую-то еду взял с собой и побежал на поезд. Мне начало везти с транспортом. Вообще, я очень боялся, я всё время вспоминал свой сон, что я куда-нибудь опоздаю. И в итоге, пока что, мне остаётся только дождаться Эльтона и выйти в правильном месте. Кстати, интересно, что этот поезд идёт в Питер. Откуда я сегодня кое-как вылетел. В общем, сел я на этот самолёт. Чё там было? Я спал в этом самолёте, я очень хотел спать. Потому что в поезде я сплю блока, а получается, что я вообще не спал. И в самолёте я тоже спал, если, соответственно, плохо. Ух ты, розеточка есть. Розеточка. Может быть, мы тут подзарядимся. Просто я думал, что здесь только в туалете можно зарядиться. Так. О, прилетел я в Ростов. А там аэропорт. Хороший. Мне потом сказал один человек, что это последний новый, как бы, аэропорт. И мы всего два года, и что он очень модный и удобный. А он, правда, он мне очень понравился. Даже не зная этого. Ну, просто он какой-то он маленький, но красивенький, практичненький. Никаких проблем. Всё как надо. Так. Даже не знаю, что там как надо. Как-то нашёл эту свою пересадку, и слава богу. Но потом я... Очень долго мы ждали в автобусе следующего самолёта до Астрахани из Ростова. И у меня вот под ногами какие-то два мальчика дрались очень долго всё это время. Их отцы стояли тут рядом, что-то разговаривали. Ну, я немножко повстревал разговор и видел какого-то единственного относительно интеллигентно одетого человека. Ну, как интеллигентного. Потому что в основном люди как бы очень в свободной одежде, а один человек был какой-то в более классической. Я думаю, надо же человек в классической одежде. И потом в самолёте оказалось, что он сидит где-то рядом. Мы начали что-то пересаживаться. Я, правда, сделал очень странную вещь. Я сделал очень странную вещь. Потому что он как-то со мной заговаривает. Говорит, что можно сесть куда угодно там и так далее. И можно даже с ним поменяться, потому что я хотел у окошечка. Вот. И я говорю, ну, да, мне это как-то не принципиально. Но из-за того, что он всё время со мной немножко разговаривал, я к нему подсел. Я говорю, чтобы не кричать. Но это правда. Потому что вот мне даже сейчас я немножко кричу, и мне это не свойственно. Я кричу только когда преподаю. Вот. А так как бы с людьми когда разговариваю. И, в общем, в итоге он как-то выскочил там из этого окна куда-то там. Сидел где-то там рядом. Ну и, соответственно, я всю дорогу кричал, а его я не слышал. Все ребят говорят, а? А? Он ещё так быстро говорит. И он мне как раз рассказал, что этот ростовский аэропорт очень новый и хороший, и модный. Но потом этот человек совершенно незнакомый. Ну, так получилось, что я ему говорю, что вот я не ожидал, что будет такси из аэропорта Астрахани в железнодорожный вокзал в Астрахани. И, в общем, он говорит, ну да, в это время только такси. И он знает, какое там дешёвое. Я говорю, а скажите, я его так прям на вы... Ну, естественно, я его не знаю. И я говорю, а можно как-нибудь попросить вас заказать, если вы тоже поездили на такси? Например, вы бы сели в одно такси, и я бы заплатил своей карточкой. А наличных у меня нет. И, в общем, ну, это получается, что я как будто бы выпрашиваю деньги или непонятно что, но в итоге он сам заказал такси, сам его оплатил, и даже не попросил там какого-то остатка денег себе. Вот. И я доехал бесплатно. Это невероятно. Я не знаю, можно ли говорить, как его зовут, но прямо в последний момент я ему сказал, я Саша. И всё. Что я сделал? Ну, я показал, что я типа с ним здорово, за ручку попрощался, и сказал спасибо большое. Это было всё неожиданно, очень приятно, и всё равно я очень хочу спать. И сейчас ко мне начнут приходить соседи, наверное, я буду расстилаться. Купе необычное, но, слава богу, вот с этими вот ящиками. Вот мне важно, чтобы были вот такие вот ящички. Психологически. Я не выношу вот эти новые вагоны. Субтитры сделал... Продолжение следует...